Всем привет! Продолжаем снимать обзоры на напитки и спортивное питание. И вновь у нас рубрика соусы. Вновь у нас Джейми Оливер, паста и соусы. Конкретно песто соусы. Очень круто! Джейми Оливер это известный итальянский англоязычный фуд, можно сказать, фуд-король. Я так назову его. У него различные рецепты, каналы, готовки с разными шеф-поварами. В общем, очень круто! Также у него есть своя линейка и рестораны. Итальянских блюд. В частности, паста. И у него очень крутые песто соусы. Обзор на грин песто соус уже отснят на канале. Вы можете посмотреть, ссылка будет в комментариях. Также будут скорей обзоры на эти песто соусы. Сейчас, как вы поняли из названий, у нас вот на такой вот песто соус. Давайте посмотрим, что это здесь. Оператор, прошу вас. Паста у нас почти свалилась как раз. Смотрите, Джейми Оливер. Кориандр и кэш из песто. Очень круто, да? То есть, как мы видим. Что это такое? Это у нас песто соус с кориандром и орехами кешью. Очень круто. Вот, собственно, Джеймс Оливер. Очень круто. Скажу так. Баночка 190 грамм стоит довольно дороговато, а именно 320 рублей. Не дешево, но, надеюсь, она того стоит. Куплена в магазине Евроспар. Вот у нас есть аннотация на русском языке, давайте посмотрим. Песто, кориандр и кешью. В состав у нас сходит кориандр 30%, подсолнечное масло, орехи кешью, сыр пармиджано-риджано, оливковое масло, петрушка, лимонный сок из концентрата содержит оксидат калий, перец чили, чеснок, кунжутное масло, морская соль, семена кунжута, дегатор кислотности, интересный составчик, как я и говорил, уже очень калорийное блюдо, смотрите, здесь почти 1000 килокалорий, чуть поменьше в этой баночке на 100 грамм продукта, здесь 190, у нас белка 4,9 грамм, 43,4 грамма жира, 4,4 грамма углеводов, 4 из вас 9 килокалорий. Изготовитель у нас, как мы видим, Италия, да? Вот, ну, как-то вот так, очень интересно. Ну что, смотрите, что мы сделали, нам песто соуса на 85 грамм пасты отварено, смотрите, как здесь и рекомендуется, смотрите, прежде чем понюхать, интересно, отдает сыром, я думаю, нам буквально одну, даже полторы чайной урочки будет достаточно, чтобы попробовать это все дело, сейчас мы сюда добавим пасту и размешаем, поехали. Итак, вот наше пене от Дженни Оливера отварилось, да, добавляем с водичкой, с подсоленной сюда все это дело, чтобы было вкуснее, сейчас мы это все дело перемешаем, горяченькое, с водичкой, метим песто соусом, и оно настоится немножечко, и вот эта паста впитает в себя весь этот соус. Надеюсь, будет очень вкусно. Ну что, ребята, пойдемте, пойдемте. Так, как следует, теперь смотрите, как следует, все это перемешиваем мы это дело. Вот, смотрите, видите, как размешивается хорошо. Сейчас все это дело впитается у нас. Вообще, обычно на базилике сделано песто соусом, но здесь, как мы видим, на кориандре 30%. Кориандр такой мощный аромат, базилик такой нежный, но это довольно боевой. Здесь, как я напомню вам, сыр еще добавлен, вот сыр очень чувствуется, чувствуется мощный напор кориандра, прям мощный, и чувствуется сыр. Ну, интересно, интересно, орехи, конечно, я пока не чувствую, но их и там у нас немного, 9%, хотя нормально. Посмотрите, как все это дело выглядит. В общем-то, симпатично, сейчас это все дело впитывается. Получается, добавили вот это все дело. Еще я добавлю, поскольку я люблю остренькое, хотя здесь есть перец, но я чуть-чуть еще добавлю перечки. Чем лучше? Я думаю, будет отлично. Ну что, ребята? Мощный запах, я даже не знаю. Мне очень страшно. 320 рублей, недешево, недешево. Кстати, паста тоже дорогая. 285 рублей. Интересный вкус. Необычный. Вы знаете, очень кисловатый. Очень кисловатый. Конечно, перебивает доминирующая кориандр. Чувствуется кислый сыр. Возможно, такой сорт сыра. Ну, вы знаете, что я могу сказать? Откровенно говоря. Безусловно, это очень необычно и прикольно. Нечто подобное я не ел. Такой вот оттенок. Он очень кислый, отдает кориандром сыра. Вот этот сыр пармиджана-эрджана. Скорее всего, он дает вот эту сильную кислинку. Также здесь лимонный сок. Есть вот. Ну, знаете, критиковать я буду так. Если меня спросить, вкусное это или нет, я отвечу не очень. Но интересно и съедобно это? Да. Это съедобно. И очень необычно. Я бы сказал экзотически. Но особенно радует, что я перепробовал очень много соусов. Наверное, сутки 4-5. Для пасты и не только. И почти все они одинаковые. В основном они все томатные. Ну, за исключением карбонара, например, и прочее. И практически все одинаково. Песто тоже. Почти все они сделаны с базиликом. Это вкусно, но однообразно. Чуть-чуть что там. Лучше, хуже. Вот это совсем другое решение. Именно с точки зрения классического вкуса. Классического. Не очень вкусно. По мне так. Но разнообразить вкус к пасте. Получить экзотику. Это, конечно, круто. Вот точно. Я бы сюда не добавил фарш. Обычно я с фаршем готовлю макаронные изделия. Но здесь они точно лишние. Здесь достаточно просто пасты. Это однозначно. Знаете, я ему поставлю 4 балла из 5. 4 балла из 5. Объясню почему. Потому что это другой вкус. Кстати, итальянцы, насколько мне известно, едят маленькими порциями. Средняя порция грамм 85. Не как я, как многие люди, на массе полную тарелку. Кто меня давно смотрит, знает. Грамм 300-500 фарша. Грамм 200-300 макарон. Такой вот тазик. Вот такую баночку влил туда. Перемешал. Все с маслом, с перцем съел. Отлично. Итальянцы такие гурманы. Но нельзя. Если отдалиться от этого момента, получить экзотику, это очень крутая вещь. Конечно, не очень она вкусная, кисленькая такая, необычная. Но она того стоит. Аналогов я не встречал. На мой взгляд, 30-20 рублей это дороговато. Это дороговато. Но с другой стороны, вы не съедите за 1-100 банку. Это очень калорийно и ни к чему. Отлично дала вот у нас полторы чайные ложечки. Отлично дал вкус. Больше не надо. И хранить в холодильнике 2 недели открытую. То есть за 2 недели вы съедите ее точно. В общем, необычный, очень кислый вкус, отдающий кориандром ярким. Советую только с пастой. Без фарша есть. Ну, советую попробовать. Но если у вас последние деньги, либо если вы не оцените, не хотите экзотики получить, то, конечно, не стоит лучше классическому песто с базиликом, либо вообще томатным основам соуса. А так, 4 балла с 5, прикольно, интересно, в сочетании с этой пастой. Очень просто, легко, необычно. Необычно. 4 балла с 5, в общем, совет я дал. Кому интересные хочется экзотики, советую. Кто боится, ненавидит и прочее, обходите стороны. Ну, Аджей Георева, молодец. Увидимся в следующих обзорах, в том числе на это и другие. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok